Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу рассказать вам о халвинге биткоина и о том, чего можно от него ожидать в будущем. Мы всего лишь месяца от халвинга, от точки невозврата, когда награда для майнеров биткоина будет разделена пополам. От 12,5 биткоинов за блок до 6,25. На протяжении следующего 4-летнего цикла только 1,312,500 новых биткоинов будут созданы, что в сравнении с первым циклом, который был с 2009 по 2012, значительно меньше. Тогда было создано 10,5 миллионов биткоинов. Так что дефицит приближается, и приближается быстро. И этот дефицит является главным аргументом в пользу долгосрочных обязательств майнинговой индустрии, особенно если биткоин останется на том же ценовом уровне или упадет еще ниже. Некоторые люди спорят о том, что спираль смерти для майнеров приближается, так как пик хешрейта упал на 16% следом за падением цены биткоина ниже 10 тысяч долларов. И это только начало. До халвинга биткоина осталось чуть более месяца, и прибыли после него тоже будут разделены пополам. Смогут ли майнеры в таком случае поддерживать свою деятельность при таком курсе? Без сомнений, халвинг сегодня это самое важное событие во всей криптоиндустрии. На прошлой неделе Кристофер Бендикисен из CoinShares написал эту статью. Почему майнеры биткоина продолжают майнить? Ссылка на полную статью в описании, если вам так же как и мне интересно будет ее прочитать. Для остальных же я разобью эту статью на визуальные составляющие. Итак, у майнеров есть расходы, которые связаны с майнингом. Прежде всего это изменяющиеся расходы, производственные. И на первом месте среди них, конечно же, электричество, затем рабочие расходы, обслуживание и так далее. Эти расходы могут меняться, расти или падать. Все зависит от управляющей организации и страны нахождения, производства. Также есть фиксированные расходы, такие как приобретение земли или ежемесячная аренда, приобретение майнингового оборудования, стоек, кондиционеров, если необходимо, и тому подобное. Эти расходы фиксированные должны быть покрыты, несмотря ни на что, если майнеры хотят продолжать свою деятельность. Далее, прибыль майнеров формируется после конвертации биткоинов, находящихся на созданных ими адресах, в местную валюту, и вычитания фиксированных и переменных расходов. Покупательная способность прибыли биткоина зависит от курса обмена между биткоином и местной валютой, а также расходов, связанных с добычей этих биткоинов. Когда цена биткоина упала, майнерам предложили потреблять меньше электричества, чтобы снизить постоянный расход. Но в индустрии майнинга все замешано на электричестве, а в результате майнеры с высокими фиксированными переменными расходами перестали быть прибыльными и были вынуждены остановить добычу биткоина. А это диаграмма большинства индустрий на планете, которые работают на принципах капитализма, и даже они выстроены в соответствии с кривой производственных затрат. Если изучить эти диаграммы, можно увидеть общие черты между кривой производственных затрат традиционных производителей и майнингом биткоина. Например, стоимость производства железа одинакова вне зависимости от цены железа. Если мы посмотрим эти графики относительно ежедневного производства железа во всем мире, то увидим, что производство динамическое и основано на цене железа. Производство будет расти или падать, отталкиваясь от цены, и все потому, что расходы на производство статические, то есть одинаковые. С другой стороны, расходы на производство биткоина динамические и изменяемые, но само производство статическое. Сейчас в день производится около 1800 биткоинов, независимо от обстоятельств. А вот динамические расходы на производство биткоина меняются постоянно из-за скорости хэширования и сложности, которая регулируется алгоритмом хэширования биткоина. Что же такое регулировка сложности? Каждые 2016 блоков, а это примерно каждые 14 дней, протокол регулировки сложности биткоина отображает среднюю скорость хэширования за этот период. Правило простое. Блок биткоина должен быть создан за 10 минут в среднем, основываясь на мощности хэшрейта всей сети. Чем больше мощность хэшрейта, тем сложнее будет майнить. Чем меньше, тем проще майнить. Поэтому сложность пересчитывается каждые 2016 блоков. Если обнаружится, что на создание блока тратится 9 минут вместо 10, то сложность майнинга будет повышаться. Если 11 минут вместо 10, то сложность будет падать. Вот почему график сложности в основном повышается. Все больше майнеров приходит в онлайн, а высокая скорость хэшрейта увеличивает сложность. Эта регулировка сложности неожиданно создает интересный фактор. Низкая цена никак не влияет на алгоритм биткоина. Но если цена очень низкая, то сеть биткоина просто отключается, потому что такой майнинг не приносит прибыль. Для того, чтобы этого не произошло, алгоритм и адаптируется под все экстремальные изменения. Возможно, что-то произойдет. Например, эффект замкнутого круга. Расход на майнинг всегда стремится к рыночной цене биткоина. Цена на биткоин растет, большая мощность хэшрейта вернется онлайн. И как следствие приведет к повышению сложности майнинга, что создаст дополнительные расходы, и они вновь приблизятся к цене биткоина. Цена биткоина падает, некоторая мощность хэшрейта выходит из сети, что приводит к снижению сложностей и расходов на майнинг. И опять же, стоимость майнинга снова последует за ценой. С февраля, когда биткоин торговался выше 10 тысяч долларов, он упал почти на 40% и достиг дна 11 марта. Кривая графика скорости хэшрейта последовала за ценой, что означает, что высокие расходы на производство вытеснили некоторых майнеров с рынка. Низкая скорость хэширования и капитуляции этих майнеров позволила алгоритму отрегулировать сложность майнинга. Правда, с небольшой задержкой, так как регулировка происходит каждые 2016 блоков. Большая регулировка произошла 26 марта, и для майнеров это означает снижение затрат на производство, что безусловно поддержало майнинг и сделало его более прибыльным. Блоки стали находиться чаще, чем 22 марта, в момент, когда сложность была приблизительно на 11% выше. Итак, еще раз вкратце. Индустрия майнинга, доход от биткоина, прибыль от майнинга, поток от неэффективного производства с высокими расходами или эффективного производства с низкими расходами, все это означает, что система биткоина со временем становится все более эффективной. В среднем, майнеры стали потреблять меньше электричества на одну ферму, благодаря улучшенному алгоритму, улучшению самих ферм и устойчивым источникам энергии. Исходя из всего вышесказанного, по моему мнению, спираль смерти для майнеров очень маловероятна. Блокчейн биткоина был написан и разработан специально, чтобы справляться с экстремальными ситуациями. Например, массивный обвал цены и огромные изменения скорости хэширования. Я имею в виду те три раза, когда блок биткоина прошел через халвинг, таким образом регулируя производство, буквально урезая его вдвое. Каждый раз после этого сеть становилась еще мощнее, так как усиливалось большим количеством эффективных майнеров. Каково же мое мнение по поводу этого халвинга? Учитывая, что биткоин упал в цене почти на 50% с февраля, то у нас как будто бы уже был халвинг, даже без халвинга. Также у нас никогда не было настолько глобальной пандемии, и это несколько раскачивает ситуацию всего лишь за месяц до халвинга. Это означает, что несмотря на трудности регулирования и эффективность майнеров, мы получили хорошую, как я это называю, чистку майнеров, или предварительный халвинг, что совсем не обязательно является плохим индикатором. Биткоин стоимостью 14 тысяч, который мы имели в июне прошлого года, был чрезмерно перегрет и раздут. Поэтому множество неэффективных майнеров вошли в индустрию, как в 2019, так и в 2020 годах. Мы прекрасно наблюдаем это в виде взрыва скорости хэширования за данный отрезок времени. Это целый 171 гребаный процент. 171 процент неэффективности. Я хочу сказать вам, что чем больше я анализирую, тем больше я понимаю, что чистка майнеров и глубокое падение цены, это было гарантировано, так же, как и наплыв неэффективных майнеров. Падение цены, падение скорости хэшрейта и вся эта чистка практически вернула вещи к норме, когда расходы на майнинг соответствуют цене на биткоин. А теперь о расходах на майнинг. Я уже анализировал это ранее, но тем не менее. Мы находимся либо в безубыточности, либо даже в убыточности для следующих регионов. США, Западная Европа, Австралия и Канада. Если, конечно, вы платите в этих странах за потребленное электричество. Прибыльные же страны это Китай, Восточная Европа и Россия. Они все еще могут поддерживать низкую цену. Вы думаете, почему в недавнем внезапном падении цена так отскочила от уровня безубыточности в 3-4 тысячи долларов и сделала это очень быстро? Прелесть в ситуации в том, что в местах с лучшим и стабильным электричеством майнеры могут строить свои производства, чтобы быть более эффективными. Вспомните, самая большая ферма биткоина в мире будет расположена в Техасе, в США, и будет питаться от стабильных источников энергии. Хотя они начали строительство до всех блокировок, связанных с карантином, мне интересно, как их дела сегодня. Они разместили это 24 марта. Это фото частично завершенного объекта и подпись. Мы были заняты, работая здесь, нашей командой. Дела движутся вперед, и прежде чем вы узнаете об этом, мы уже включим питание. Правда, через три дня после этого они разместили следующее видео. Привет, меня зовут Чет Харрисон, я нахожусь в Рокдейле, США. Я хочу немного поговорить о том, как мы справляемся с COVID-19. Эта вспышка сильно изменила наше общество и коснулась услуг дата-центров. Пандемия вызывает путаницу, это все очень сложно, и присутствует много неуверенности. Это очень нелегко. Но члены нашей команды здесь, в Винстоне, поддерживают друг друга. Я могу гордиться теми экстремальными мерами, которые были предприняты командой, быстрыми изменениями графиков работы, усилением мер безопасности и социальным дистанциированием. Но вот к чему мы пришли. Этого недостаточно. Как один из крупнейших работодателей здесь, мы чувствуем ответственность не только за членов нашей команды, но и за их семьи и сообщества, в котором они живут. Вот как мы будем действовать дальше. Ядро нашей группы включает в себя небольшое количество персонала, и они остаются работать здесь. Также мы просим всех остальных работников оставаться семьями, быть подальше от стройки. Мы будем продолжать платить зарплаты и постараемся вернуть всех на работу максимально быстро. Мы думаем, что это лучшие шаги для защиты не только нашего персонала и бизнеса, но и нашего общества. Мы очень убедительно просим помочь владельцам малого бизнеса. Сейчас нашему обществу это нужно как никогда. Я хочу, чтобы вы знали, мы вернемся к полноценной работе, и Винстон всегда будет предан сообществу Рокдейла. Да, они немного перенесли сроки строительства. Они планируют запустить 300 мегаватт мощности в онлайн уже в этом квартале, и 4 гигаватта мощности к концу 2020 года. Это было очень хорошее видео от главы Винстона. Он взял на себя полную ответственность за сообщество, так как эта ферма биткоина расположена в Рокдейле в Техасе. Это очень маленький городок с населением всего 6000 человек, и Винстон, очевидно, самый крупный работодатель. Так как задержка новостройки будет глобальной проблемой, потому что вирусу наплевать на границы, мы увидим эффективность уже готовых сооружений и созданных вычислительных мощностей, может быть, к халвингу биткоина, а может, даже позже. Именно поэтому мне нужно немного подкорректировать свой прогноз по цене биткоинов в день халвинга. Это не так-то просто, потому что что-то может пойти не так, как мы это уже не раз видели, но есть ощущение, что мы увидим чистку майнеров, которая будет предшествовать халвингу, и на этот майский день я бы поставил цену где-то между 7 и 8 тысячами. Ведь я не думаю, что сложность сети биткоина за это время как-то изменится, как-то существенно изменится. Цепочки поставок остановились, и поэтому не очень много новых машин будут подключены к сети биткоина на протяжении следующих полутора месяцев. Те, кто в день халвинга будут заниматься производством биткоина, получат лишь половину от дохода. Но большинство китайских майнеров все еще будут прибыльными, если сложность останется на том же уровне. А я уже сказал, почему она не должна сильно измениться. Ну а как насчет прогноза на конец 2020 года? Прогноз Чика Крипта все равно не изменился с момента его прошлого видео об этом. Давайте посмотрим. И факт того, что грядет, меня очень пугает. Когда-то регулируемые опционы и контракты встали на ноги, но у них был партнер в нерегулируемом мире, который повлиял на снижение цены. Я надеюсь, что к концу 2020 года пик достигнет рекорда всех времен в 20 тысяч долларов. Но ставка дериватива будет только повышаться, поэтому я прогнозирую более медленное движение вверх по сравнению с прошлыми событиями. К концу 2020 года мы вернемся к 14 тысячам. Да, это было до того, как появилась пандемия. И Чика сразу может сказать, что исторический пик в 20 тысяч не случится в этом году, в основном из-за показателей деривативов, опционов и так далее. Угадайте что? Рынок опционов сигналит о чем-то, основываясь на действиях трейдеров. Они дают биткоину только 4% шанса того, что он достигнет 20 тысяч долларов к концу 2020 года. Хотя цена в 14 тысяч имеет целые 10% на успех. Неплохие шансы. Меня зовут Богатейший Ди, пишите ваши мысли о халвинге внизу под видео. Всем удачи, зарабатывайте и не болейте. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин